доброе утро дорогие мои благословение господне каждому из вас как прекрасно и чудесно что бог дарует нам замечательное время и день этот день переполнены жизни и это удивительно это прекрасно видите все существует и все движется словом божьим как бог распорядил так и все происходит и как бог задумал о вашей жизни так и будет главное чтобы мы с вами согласились с божьим планом для нашей с вами жизни солнце согласится чтобы утро выходить луна согласится чтобы ночью выходить чтобы каждый из них свое время звездами показали свою красоту солнце чтобы давать свет днем и управлять днем и луна и звезды вечером или ночью чтобы себя проявлять и управлять ночью аллилуйя так и деревья так и скалы так и море и все что есть них каждый на своем месте и каждый проявляет себя и моя молитва чтобы мы с вами были на своем месте который бог отдал нам и чтобы проявить славу свою каждое творение божье содержит собой божия слава бог создал их вложить в них жизни и все движется по его планам халлилуйя и потому давид говорит салон сто тридцать седьмая глава 2 стих поклоняюсь пресвятим храмом твоим славлю имя твое за милость твою и за истину твою ибо ты возвеличь слово твое превыше всякого имени твоего начале этого года мы начали говорить очень много о словом божьем потому что мы открыли для себя я молюсь чтобы вы тоже открыли для себя что в этом мире нет ничего большего и важнее чем слово божье для бога самого его слова выше и он так специально намеренно возвеличил своего слова выше всякого имени своего то есть бог поставил слово над всеми его именами значит для бога его слова главным и слова его есть его жизнь и слова его есть все для него халлилуйя и также он желает чтобы все что есть бог есть его слове чтобы мы знали что все что все чем мы я являемся есть его слове и все что нам нужно есть его слове словами его он все создал словом его он все делай он черпает из слова свои удовлетворение все что бог делает он не может без слова своего поэтому таки же нам с вами как важно слово божье для бога так и должен быть для нас с вами его слово потому что из его слова мы созданы он сказать да будет и все что он сказал так и стало но с нами он сказал себе мы сотворим мы что-то сделаем похоже подобие и образ нашему халлилуйя поэтому мы из его слова бог есть слово и часть его есть мы от бога и сегодня я хочу поговорить с вами что о том что слово божье это моя жизнь это твоя жизнь иное не может быть иная не может быть потому что все дряжется его словом слово сотворяет слово просвещает слово динамичное его слово очень динамичное и это слово есть бог библия говорит о том что его на первый глава с первого стиха в начале было слово и слово было у бога и слово было бог и все через него начало быть и ничто не начало быть что начало быть и слове было жизни жизни свет для человеку аллилуйя аллилуйя то есть все начало слово божьим и слово было бог и поэтому мы говорим что в начале слова или слова в начале возникает вопрос твоей жизни твоей жизни что в начале что главное твоей жизни слово божье если слово божье тогда в начале твоей жизни бог и когда бог в начале твоей жизни начало день твой значит все пойдет по другому Если ты просыпаешься утром, и в начало твоего дня это не проблемы, о которых ты думаешь или заботишься, а ты начинаешь свой день с Богом, начинаешь свой день с Словом Божьим, все пойдет по-другому. Халлилуйя. Бог сам начал сотворение мира Словом. Халлилуйя. И написано, что это то, что было в начале. Моя молитва, чтобы в начале твоей жизни было Слово Божье. Особенно этот день. Библия дает нам понять, согласно Иоанна 1 глава, вот что мы читаем. Секунду, пожалуйста. Иоанна 1 глава, вот что мы читаем. Мы читаем, что в нем была жизнь. Жизнь была свет человеку. То есть, Слово Божье, Слово Божье, в нем жизнь. Значит, внутри Слова есть жизнь. Поэтому, когда я имею Слово Божье, я имею то, в чем внутри жизни. Я имею жизнь Божья. И этой жизни есть свет для меня. Халлилуйя. В прошлый раз мы говорили, что Слово Божье, мой свет. И согласно Писанию, Салом 118 глава, там говорится о том, что Слово Божье, это светильник и свет стези моей. Халлилуйя. Это светильник. Посмотрим, Салом 118 глава. Салом 118 глава, 105 стих. Слово Божье, светильник, ноги мои и свет стези моей. То есть, есть что-то внутри Слова Божье, которое позволяет Слово Божье сиять, просвещать. И оно так просвещает, что мне все видно. Я, будучи водителем, я могу себе представить, что это такое, что в Слово Божье есть мой свет. Представь себе, что вы за рулем ночью, это я сделал много раз, за рулем ночью и едет по трассе, и нет света, а у вас габариты, у вас дальний свет, ближний, ничего не работает. Все отключены. Как вы думаете, ехать возможно? Можно, но опасно. Очень опасно. Твоя жизнь будет в опасности, и все другие, участвующие в дорожных движениях, их жизнь тоже будет находиться в опасности. Из-за тебя, что твоя машина, фары не работают ночью. И едет в темноте. И едет в темноте. Так и же наша с вами жизнь. Когда нет Слова Божьего, наша жизнь находится в опасности. Потому что нет то, что просвещает дорогу нашей, стези наши, шаги наши, все темно. А когда тьма, все в опасности и страх. И наша жизнь, когда в опасности, она влияет на жизни, другие, на наши пути или окружающие нас. Моя молитва, чтобы Бог вывел нас и вас в место опасности. Скажите на это Аминь. Халилуя. Но сегодня я хочу говорить с нами о том, что Слово Божье, это Слово Божье, моя жизнь. Слово Божье, моя жизнь. И мы говорили, Иоанна, первая глава, что в нем была жизнь. И в нем есть жизнь. Когда я принимаю Слово, я принимаю в себе жизнь Божьей. Иисус сказал, Иоанна, 6 глава, 63 стих, Иоанна 6, 63, вот что Иисус сказал. Он сказал, что слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь. А дух что делает? Животворит. Дух животворит, плод, не ползает, не мало. Слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь. То есть, Слово Божье дает нам что-то. Первый, жизни. Второй, дух. Жизнь, это не смерть. Значит, когда Слово Божье приходит в нас, в жизни приходит. Когда мы пребываем в Слове, мы пребываем в жизни. Мы пребываем в Боге. Потому что Слово есть Бог. Халилюя. И первая же глава Иоанна, 14 стих, написано, что Слово стало плотью. Это говорит о способности Слова. Что Слово может воплотиться. Слово может чем-то стать для нас. Слово стало плотью и обитало с нами. И речь идет об Иисусе Христе, которое есть Слово, которое есть Бог, воплотиться в образе человека. Халилюя. Значит, Слово Божье может сформироваться, как человек, и стать человеком. И таким и стал Иисус Христос. Окей. Это значит, что Слово Божье в моей жизни может сформировать во мне то, что мне недостает. В моем духе, в моей души и в моем теле, в моем сердце. Если что-то не хватает внутри меня, Слово Божье может делать. Например, может избавить меня от того, что вредно для моего здоровья и моей души. Он может даже меня исцелить от того, что вредно и для моей жизни. И другими словами, если Слово Божье в нем есть жизни, и Слово Божье, Иисус говорит, есть жизни. Значит, приходя в моем теле, она приносит мне жизни. Там, где есть угроза смерти, Слово Божье берет сверх и изменяет обстоятельства. Халилюя. Что Иисус говорит об этом? Он дал нам понять, что никто не может прийти к Нему, если Отец не привлечет его к себе. Иоанна 6 глава. Никто не может к Богу прийти, если Отец не привлечет того ближе к себе. Халилюя. Халилюя. 44 стих. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскресу его последний день. Иисус дает понять, что есть то, что привлечет нас к Богу, или привлекает нас к Богу, или тянет нас к Богу. Это есть Дух, который есть в Слове Божье, которое есть в Слово Божье. Слово Божье притягивает нас к Богу. Если этого не сделается, никто не может прийти к Богу. Никто не может прийти к Иисусу. Вот почему Иисус говорит, идите и проповерите Слово Божье, Евангелие всем людям. Почему? Это дает людям возможно прийти к Богу. А когда мы приходим к Богу, Его Слово начинает прибивать в нас, мы принимаем Его Слово, и жизнь Божья передается нам. Халилюя. И это очень важно, чтобы мы с вами понимали это. Что для вас есть самое главное в этой жизни? Должен быть Слово Божье. Слово Божье. Должен быть жизнь твоя. Халилюя. Иисус говорит об этом, о себе, что Он есть хлеб жизни. Хлеб жизни. То есть, хлеб, который, когда ты есть, оно дает тебе жизнь. В физическом мире, когда мы с вами едим хлеба, мы подкрепляемся. Окей. Поэтому Иисус да, понял, что не хлебом один будет жить человек, но всякие слова, исходящие из Узбожьего. То есть, то, что Бог дает нам, это выше, это больше, и это и есть жизнь. Я могу есть буканты хлеба, или черный хлеб, или батона, но я могу и умереть после этого. Но жизнь, которую Бог дает, как хлеб свой, это вечное, а ты не умерешь. Поэтому мы даем себе осознать и понять, что Слово Божие дает нам жизни. Там, где жизни, нет места смерти. Это очень важно, чтобы мы это понимали. Это позволяет нам быть внимательным, позволяет нам всегда искать Слово Божие, позволяет нам жаждать Его Слова, потому что Слово есть хлеб, есть жизнь. Когда мы читаем притчу, 4 глава 20 стиха, Бог говорит о том, чтобы мы, как дети Его, внимали к словам Его, преклонили ухо наших к словам Его, сохранили Слово Его сердца наше, потому что Его Слово, то, кто получил, то, кто имеет Его Слово, для того это жизни, для того это есть здравие. И написано, больше всего сохрани, Моя, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Когда ты сохраняешь Слово Божие в твоем сердце, это становится жизнью для тебя. И даже ты исчерпаешь из этого источника жизни, и ты живешь даже с Богом. Очень важно, что ты принимаешь в своем сердце. Халлилуйя! Иисус – это жизнь для нас. И Иисус есть это Слово. Давайте зададим себе вопрос. Как Иисус нас называет относительно его отношения с нами. Когда мы читаем Иоанна 15 глава, 14-15 стиха, Иисус заявляет, что мы друзья Его. Он сказал, вы друзья мои. Окей. Если мы Его друзья. И Он же есть Слово. И Слово есть жизни. Значит, больше всего, что Бог хочет, Иисус хочет, чтобы мы с вами имели это что? Жизнь Его. Жизнь Его. Мы не враги. Мы не Его враги. Мы Его друзья. И Он нам не враг. Он друг. Бог ставит себе положение называть нас друзьями. Значит, Он друг. И мы Его друзья. Окей. Вот такое отношение Он сам определил для нас. И поэтому, если Он есть Слово, Слово Божие – это не враг. Но вот то, что Деву сделал в многих странах, в многих поколениях. Он сделал так, чтобы Слово было недоступным людям. Почему? Потому что, когда Слово приходит в наши жизни или в каком-то народе, люди познают Бога, люди приближаются к Богу, и жизнь Божия приходит к ним. И люди уже не боятся Бога. Люди идут к Богу, чтобы служить, любить, поклоняться Ему. И Бог тоже начинает служить и благословлять их. Аллилуйя! Начинаются честные, близкие взаимоотношения. И жизнь Божия передается, и Божье обетование для человека становится реальностью. Он исселяет их, Он избавляет их, Он дарует им жизнь вечную, спасает их, освобождает их. И люди начинают жить в мире и радости. Когда реальность Слово Божие приходит к какой-то территории, все меняется. Но что сатана делает? Он делает так, чтобы это стало невозможно для людей. У людей есть право выбора. И поэтому через правительство в разные страны сделали Слово Божие многим недоступны. Но, но, именно из-за этого Иисус сказал, идите и проповедуйте. Проходите сквозь все стены и проповедуйте Евангелие семь людей. Почему семь людей? Потому что Бог хочет, чтобы все были друзьями Его. И это важно, когда ты знаешь, что ты можешь стать другом Божьим. Вопрос. Если человек не враг, то, кто принял слово, не враг, а друг Иисуса Христа, тогда мы с вами должны определить, кто такой враг. то враг человека. В мире есть два врага, ради которых Иисус Христос пришел, будучи Богом, из-за образ человека, чтобы помогать человеку избавиться. Это враг, он против Слова Божьего. Это враг против человека. Это самый страшный враг. Первый это грех, второй это болезнь. Болезнь и грех, они носят одинаковый характер, смятение характера. грех требует смерть, возмездие за грех смерть. Любая болезнь это начало смерти. Если вовремя не остановить, убьет человека. И поэтому никто из нас не любит болеть. Даже есть люди, к сожалению, религиозные, которые думают, что Бог учит нас болезнями, что это воля Божия, чтобы мы болели, или Бог хочет нас смирить через болезни и тому подобное, неправильно понимая Священное Писание. Когда они болеют, они идут в больницу, они идут врачами. Если вы думаете, что болезни это инструмент, который Бог использует, чтобы чему-то вас научить, или это воля Божия, вы ошибаетесь. Значит, все врачи идут против воли Божьей. Почему ты так да составляешь врачи грешить? Нет, болезни не воля Божия. Болезни это враг души человека. Твоя жизнь должен пропитаться Словом Божьей. Чем больше человек имеет Слово Божие, тем больше он живет и чувствует в себе жизнь. Не деньги являются жизнью, не имущество являются жизнью, не богатство являются жизнью, не объекты или заводы, или что мы строим являются жизнью, не автомобили являются жизнью, не нашим творением являются жизнью, в жизни есть Слове, Слово Божие есть то, что дает нам жизнь. И это очень важно, чтобы мы поняли, дорогие мои. И поэтому враг сделал все, чтобы мы нарушали Слово Божие. И поэтому грек стал первым врагом человека, потому что согласно 1 Корифиана 15 глава сметь иметь жало. Жало сметь это ад. И сила греха это сметь. И Бог не хочет, чтобы сметь иметь на нас власть или власть. Бог не хочет, чтобы мы болели. И поэтому когда Иисус пришел согласно Иисус 53 глава дает нам понять, что Он взял наши немощи и болезни на себе. Он взял наши немощи и болезни на себе. 4 стих и 5 стих гласа спасает нас от грехов наших и спасает нас от немощи и болезни. И поэтому мы видели, что Иисус пришел чтобы разрушить дела дьявола, которые выражаются грех и болезни. И твой враг это грех твой. Твой враг это болезни твои. Они сокращают жизни. Грех не бесплатно и болезни вы заметили не бесплатно. Нет лекарства бесплатны и сегодня по всему миру лечение не бесплатно. Надо платить чем-то. И поэтому Иисус пришел чтобы Его Слово прибивало в нас. Так Он сказал Иоанна 15 глава 7 стих. Если пребудете в Слове Моем и Слово Моем пребудет в вас, тогда все чего вы попросите дано будет вам. Иисус хочет чтобы Слово Его прибивало в нас. И мы в Слове. Значит жизнь прибивала в нас и мы прибивали в жизни. Халлилуйя. Вот то, что друг делает. Враг так не делает. И враг наш во всякое время был грех и болезнью. Если грех если болезнь это воля Божия тогда грех тоже воля Божия. Но слава Богу согласно Писанию болезни это не воля Божия. Если болезнь не воля Божия и когда мы болеем мы стараемся делать все чтобы мы не умирали и ликвидировали корни болезни мы понимаем что если мы не будем лечиться мы умрем так же мы должны сделать все чтобы грех не имел место нашей жизни мы сейчас об этом не думаем что грех не бесплатно даже как и болезни как мы сражаемся против болезни так мы должны сражаться против греха поэтому в мире есть два института которые сражаются против болезни первые больница поликлиники и университет медицинский который готовит врачей и медсестры чтобы помогали человеку бороться против болезни потому что мы понимаем что болезни это враг тела жизни человека второй институт бог готовит служителей верующих которые верят его слово и принимать его слово и создает циквей общины где учат на свобожье как жить праведной жизни и праведности и не грешить потому что грех убьет человека и что мы проповедовали евангелие за крестом всем предлагали людям Иисуса Христа его слово и люди веруя в это спасаются когда они призывают имя Господа и начинают жить благочестивую жизнь веруя Господа не нарушая Слово Божьего закона жизни тогда они получают жизнь вечную и у них гарантия не смерть а жизни Божьей и они начинают жить настоящей радостью даже как человек телом исцеляется или имеет здоровье он может сделать все и быть счастливым даже когда мы имеем Божьей жизни мы можем все сделать и быть счастливым Аллилуйя грех болезни убивают они враги они никогда не друг друзьями поэтому как мы боремся против болезни так мы должны бороться против греха в нашей жизни не обманывайтесь грех не друг и никогда не может быть добрым другом он убийца так и же болезни не может быть другом и воля Божия она есть враг и враг жизни человека Аллилуйя а Бог хочет чтобы ты жил и наслаждаться жизнью скажите это Амин Иисус пришел чтобы исцелить нас от греха и от болезни спасать нас от греха и от болезни и Он и есть Слово это значит жизни в нем и это жизнь которая в нем даже его одежде этой жизни передается передается когда он говорит Слово и Библия дает нам понять Евангелие что словом его он изгонял бесов мы знаем словом его он из селя бонних словом его он воскрешал мертвых даже женщина с кровотечением прикасался к краю одежды его и исцелилась не только она но целый народ в селе недалеко от Капенаума то место где эта женщина жила целое село многие люди привозили бонних и положил их при дороге и просили Иисуса прикасаться к краю одежды его и все кто прикасался исцелились Евангелие Матфея 14 также мы видим что эта сила клачилась в учеников Деяния апостола 5 глава когда мы читаем 15 стих что люди вклали бони при дороге чтобы тень Петра проходящий падал на них потому что в нем была жизнь Божия в нем было Слово Божие и даже его тень был пропитан жизнью Божией и когда его тень падал на людей на людей которые болели сила Божия жизнь Божия через тень Петра давала им исцеление халлилуйя он сказал храмовår человекы при воротах перед храмом и сказал что у меня есть то и я отдаю тебе что у него есть онulation имя Иисуса Христа стань и ходи имя Иисуса Христа сам Иисус Христ он есть Слово он есть Я даю тебе Слово я даю тебе Слово и тот скачал прыгал и начал ходить и начал танцевать и начал радоваться и пошел храм Божий И все увидели его и сказали, что это не тот, который сидел возле храма. И все узнали его великие дела Господа. Как нашел апостол Павел, когда он поповерил в 19 главе, люди приходили и вкладывали опоясания и платки, и положили на его тело, и потом отнесли, и вкладывали на банных, и люди исселялись. Без присутствия самого Павела. Вот что Слово Божие способно делать. Оно дает нам жизнь. Слова, которые мы говорим, это жизнь. Это дух. Иисус, который в нашей жизни, он дух. Халилуя. И поэтому Иисус берет от нас грехи наши и болезни наши, которые убивают нас. И Он этим словом сказал. Я пришел, чтобы вы имели жизнь с избитком. Иоанна 10, 10. Я пришел, чтобы вы имели жизнь с избитком. Нужна нам жизнь сегодня. Нам нужно с изобилием. Халилуя. Поэтому Павел тоже говорит. 2 Коринфянам 17 сих. Итак, кто во кресте, тот новое творение. Теперь древнее прошло. Все новое. И все же от Бога. Когда все новое? Всегда все новое. Со Христом. Словом Божьим. Скажите, Слово Божье. Слово Божье. Моя жизнь. Когда ты сделаешь Слово Божье, твоя жизнь. Жизнь будет у тебя. Когда ты сделаешь Иисуса, жизни твоей. Жизнь будет у тебя. Когда ты сделаешь Слово Божье. Самое ценное в твоей жизни. Лучшие ценности будут твои. Несмотря на трудности, которые можно встречать или проходить. Но всегда ты победишь. Ты будешь жить все дни твоей жизни. Не будет никакой преждевременной смерти. И преждевременной рождающей среди вас. Так Библия дает нам. И всегда Бог говорит. Слушайте слова мои. Слушайте слова мои. Слушайте слова мои. Изучайте. Вникайте. И пусть Слово Божье будет для вашей жизни. Я молюсь прямо сейчас и пророчить вашу жизнь. Вы, которые слышите меня. Эти слова, которые вы слышали. Да проникнут в ваше сердце. От могучей головы до подошвы ноги тоже. Все клетки ваши. Все внутренние ваши. И да производят в вас жизни Божьей. Там, где есть болезни. Которые есть враг вашего тела. Да этот враг исчезает. И да придет жизнь Божья. Провозглашай жизнь Божья внутри вас. И в духе, и души, и телом вашим. Не только это. Дела ваши, которые уже умирают. И ничего не получается. Я провозглашаю Слово Божье внутри ваши дела. И да дела ваши начинают оживляться. Да служение ваше начинает оживляться. Да то, что у вас уже умирает, оживляется. Во имя Иисуса Христа. И дела ваши начинают принести вам удовлетворение и довольство во кресте Иисусе. Благословляю вас. Увидимся еще раз. И помните, Слово Божье. Твоя жизнь и моя жизнь. Трудно жить без Него. Трудно жить без Бога. Трудно жить без Христа. Этими словами передай вашим близким, вашим знакомим и даже незнакомим соседам. Скажите им, что Иисус дает жизни, которая им необходима. Да благослови Господь Богу. Увидимся в пятницу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Скорей в среду.